всем привет снова здравствуйте сегодня давайте рассмотрим в восьмой модели the brush интересную такую функцию называется она 2d to 3d выглядит она вот так для чего она нужна вот с такого шаблона мы можем делать полноценную модель как вот можем делать шахматы ложки и так далее вот давайте нажмем теперь на вот этот на этот значок и теперь давайте откроем нижнюю панель вот здесь у нас есть такие дорожки загрузка make альфа 3d the remesh и так далее вот как все это работает нажимаем лот у нас высвечивается вот такая вот скажем план 3d высвечивается переключаем строк на драк вот здесь вот и надо теперь вот сюда подгрузить альфу нажимаем нашу альфу и надо ее теперь найти это альфа у меня установлена в программе программа у меня 32-битная находится в другом месте чем 7 и 4 модель нажимаем пик лоджик вот нашим модель и программа и находится все это дело проджекте вот здесь вот вот она здесь у нас папка где скачать эту папку ссылку я дам кайфанете и теперь выберем ну давайте выберем поршень вот он у нас подгрузился и теперь надо его вот сюда вот вытянуть вытягивается он вот так вот главное его ровно выровнять таким образом и теперь поперло самое интересное жмем make альфа 3d сейчас все он это дело считает и потом посмотрите что получится получится интересная штука такая возможность программы это можно сказать прорыв лепить моделировать поршень или допустим программа его автоматически делает шаблона с рисунка этого все кайф хотел я это видео раньше записать но подумал что сначала нужно пройтись по то по другим функциям других моделей программ а это так сказать и оставлял уже на самое интересное ну не выдержала душа поэта решил вам это все так сказать дать на размышление как это можно делать что и как выйти на новый уровень так сказать все сейчас посмотрим все он прогонит конечно время занимает но вы сидите ничего не делайте только начальное что вы сделали подгрузили альфу и все дальше все идет автоматически в чем и весь кайф этого этой функции пока есть возможность пока все это грузится делается хотел бы сказать что когда вы начинаете изучать заброс меньше делайте акцент на том как это вы называется допустим по научному как это все формулируется для чего это все надо вы просто для начала по началу изучения изучите все вот и весь интерфейс все возможности зрительно смотрите как все это куда нажимать что происходит в какой последовательности а потом когда вы уже разберетесь с самой программой как она работает для чего служит та или иная функция потом уже можно переключиться у кого будет желание на формулировки на то как это все правильно звучит как это все обосновывается и так далее словом программа очень интересная вам многим может быть уже понравилось изучайте чем смогу тем помогу есть конечно восьмой модели то что мне не нравится после седьмой вот кстати началь начала программа делать самое интересное наблюдаете смотрите вот она выкручивает модель ее полностью делает сейчас будет самый кайф интересное бац нате здравствуйте вот тебе и поршень время затраченное на лепку поршня и вот то что дала нам программа вот такую деталь мы ее можем доработать подкорректировать здесь там и все вот так она выглядит можем поменять ей сейчас можно поменять и внешний вид давать ее на серый переведем вот так она выглядит такие вот возможности вот этой функции где скачать я выложу ссылку надеюсь вам это очень поможет в работе вот что с ней происходит делаем make polymesh и вот у нас уже есть готовый поршень вы видите что тут даже есть текстура подметал все также вы можете делать свои вещи делать в корр или или photoshop заготовки и также их вытягивать ну в принципе все хотелось бы чтоб не снимать еще одно видео давайте я расскажу как эту модель сохранить в CTL давайте откроем плагин найдем 3d print hat и вот у нас экспорту CTL можно его нажать вы видите что он экспортирует сохраняет в CTL формате в любое место можно сохранить давайте сохраним и вот файл у нас экспортирован в CTL формат все простенько CTL формат давайте напомню вот он 3d printing и вот export to CTL здесь можно экспортировать в OPS и вот здесь вот можно экспортировать в TXT формат в принципе функция классная экспериментируйте смотрите все всем пока оставлю немного информации лично для вашего так сказать образования чтобы вы с ней сами в дальнейшем разобрались на основе тех уроков которые вы видели все всем пока до свидания